МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среди других выполненных показателей достигнуты необходимые результаты по прямым иностранным инвестициям на чистой основе и энергосбережению. Также из плюсов в экспортной географии 9 новых стран. В прошлом году выросла заработная оплата. В среднем по области она составила 1100 рублей. Кроме того, в 2020-м в Гомельской области создано около 700 новых предприятий, из них 200 в промышленной сфере. При этом, по объективным причинам, год действительно непростой. Сначала проблемы с поставками нефтепродуктов, потом связанные с пандемией ограничения, рост объема производства вывести на уровень 2019 года так и не получилось. На уходящей неделе прием граждан провел председателю облосполкома Геннадий Соловей. Были затронуты вопросы строительства детской поликлиники в Новобелецком районе Гомеля, восстановление асфальтного покрытия между деревнями Грабовка и Маковье Гомельского района, выделение суды сотруднику серхозпредприятия для приобретения жилья. Геннадий Соловей провел рабочее совещание на новом молочно-товарном комплексе в Житковичском районе. На этом объекте глава региона бывает часто. Ход строительства комплекса находится под его личным контролем. Объект действительно уникальный. Аналогом ему нет в Беларуси. Планируется, что ферма будет ежегодно поставлять на Туровский молочный комбинат почти 22 тысячи тонн молока. Предприятию необходимо дополнительное сырье, причем в больших количествах. Молоко из нового комплекса увеличит объемы производства и, соответственно, экспортные поставки. Молочный комплекс «Сдяковича» – белорусско-итальянский проект. С нашей стороны его реализацией занимается унитарное предприятие «Молочная правда». В связи с пандемией сроки сдачи объекта немного изменились. Однако руководство «Молочной правды» не считает ситуацию критической. В Октябрьском районе после капитального ремонта открыли мост через реку Птич. В 2011 году на сооружении выявили дефекты, которые не позволяли обеспечить безопасность пассажиров и транспорта. Было принято решение отремонтировать мост. Однако из-за отсутствия финансирования работы приостановили. Все это время движение не прекращалось. Сообщение организовали по временному деревянному мосту. Возобновить ремонт сумели в 2019-м. Активные строительные работы начались в апреле 2020-го. Были приобретены основные железобетонные конструкции, смонтированы 72 балки мостового строения, обустроено около 400 кубометров монолитных участков и монолитной плиты. Специалисты работали с опережающими темпами. Мост – важное связующее звено не только между населенными пунктами Октябрьского района, но и между Гомельской и Брестской областями. Власти уверены, его реконструкция – не только удобство для жителей, но и хороший вклад в экономику региона, ведь это поможет сделать грузоперевозки более интенсивными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова